Следующий выступающий у нас Евгений Александрович Козлов, представитель регионального союза коммунистов. Вроде не ошибся. Добрый день, уважаемые участники митинга. Я, как уже здесь отмечали, хочу доздать должное организаторам. Они подняли тему. Я вот не припоминаю, мы тут клянили и осуждали и законодательную, и исполнительную власть. И первый раз, по-моему, тема митинга является требование, связанное с судебной властью. Хотя за 25 лет моей оппозиционной деятельности можно привести десятки и сотни примеров, показывающих, что судебная власть не является, как должно быть правом государства, независимой ветвью власти. Я позволю себе несколько эпизодов. Еще начну с 1994 года, когда пришлось в городском суде бороться против мэра, мэра тогда Собчака, который, как, может быть, многие и забыли, своим решением в телеселе вещания, в теле-эфире выступил и перенес, продлил выборы в городское законодательное собрание с воскресенья еще и на понедельник. Нарушив эмировские законы и статью 15 Конституции, ну, я думаю, вы все понимаете, что этот суд мы проиграли. И даже Верховный суд, где рассматривалась наша касация, тоже встал на сторону губернатора, ну, тогда мэра Собчака. Я могу вспомнить события 2003 года, когда для судья, на Марсом поле, суде было достаточно прочитать официальные документы, незаконный отказ согласования митинга и понять, кто прав, кто виноват, и стоило ли применять насилие, избивать участников этой акции на Марсом поле. Судья это не сделал. Можно приводить массу примеров градозащитных, жилищных, трудовых прав, административных прав, когда мы слышали такую тривиальную фразу, что суд не имеет оснований не доверять сотрудникам правоохранительных органов. Никакой состязательности сторон, исследований доказательств, после этого, наверное, уже не может быть и речи. Но я думаю, хочу сказать апофеозом и боюсь ошибиться. Может быть, нас ждут еще более мрачные времена. Но то, что проходило вот в течение весны и лета этого года, включая события 12 июня, это, конечно, полное доказательство того, что судебная власть у нас является частью правящего режима. И чем более авторитарным становится этот режим, тем меньше демократии, тем меньше независимости этой судебной власти. Когда заявляется официально в судебном решении, что суд не может вмешиваться в деятельность законодательного органа власти. Я имею в виду суд по поводу референдума и по поводу Исааковского собора. Это прямое противоречие 120-й статье Конституции, где не только записано независимости судов, которые подчиняются только Конституции и закону, но и о том, что суд, установив противоречие между нормативным актом органа власти, должен поступить в соответствии с законом. А здесь прямое идет, я думаю, всем юридически не очень подкованным, понятным, прямая капитуляция суда перед нынешней властью. Что касается требований выборности судей. Еще в 1991 году, когда создавалась наша Российская партия коммунистов, мы записали это требование. Правда, так немножко можно сказать осторожно. Записали выборность мировых судей и избрание всех федеральных судов представительными органами власти. Но нынешняя система, она в общем-то не отличается от той системы, которую создал Александр II, судебная реформа 1864 года, когда у нас мировые суды, самые приближенные должны быть к населению, не избирается населением. Ну, тогда они должны были земскими собраниями и городскими думами избираться, сейчас законодательным собранием. Что касается федеральных судов, это коронные суды Царской империи, которые полностью встроены в вертикали этой власти. И мы можем только на этом примере еще раз вспомнить, известно, тут много цитировали уже классику абмархизма, то право это возведенное в закон воля правящего класса. И с этим мы сталкиваемся. Но это не значит, что мы должны не ободвигать эти требования, не бороться за демократизацию судов, не привлекать на свою сторону население. Но я, хоть и не СССР, хочу сказать, что здесь, конечно, в одиночку мы ничего не сделаем. И наша задача, и смысл нашей деятельности в том, чтобы каждый гражданин, не хочу сказать обывательный, но гражданин Российской Республики вспомнил мозг КСР, что только в борьбе обретешь ты право свое. Спасибо. Спасибо, Евгений Александрович. Как всегда, очень яркое выступление. Я надеюсь, что следующее будет не менее ярким.